Самое большое разочарование года среди российских так называемых селебрити Ксения Анатольевна Собчак наконец-то вскрылась тотально. В своём телеграм-канале она назвала украинцев, которые пишут гневные комментарии в адрес россиян по всему миру, известных и не очень, она назвала их нацистами. Ну, нас, людей, которые, процитирую, проживают трудные времена, назвала нас нацистами. У меня вопрос к Ксении Анатольевне Собчак. Как мы с вами, Ксения, назовём тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в буче, в Мариуполе, кастрируя их, убив почти 400 детей Украины, спиздив все унитазы, утюги и кирпичи даже в домах наших граждан в оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей. Вот как мы их с вами назовём? Люди, устраивающие свою жизнь? Вам, видимо, не вдомёк, что такие существуют. Представляете, мы, 8 миллионов женщин, которые покинули Украину, спасая своих детей от ракет и бомб, разбросаны по ночлежкам, подвалам, разным домам по всей Европе. Мы нацистки. Пусть так и будет. Только вот вы, Ксения Анатольевна, страшно меня удивляете. Вы же у нас обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве. Что же вы так, блядь, за трендами не успеваете? Новый тренд-то у нас уже высказываться. Посмотрите-ка, даже те, кто молчали, даже те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали иноагентами, потому что понимают, что это их последний вагон. Потому что даже ваши ссанные коллеги-пропагандисты убрали из своего нарратива слово «деноцификация». Хуяк, и исчезло оно. Почему? Почему вы так не следите за трендами, Ксения Анатольевна? Учите новую лексику. Изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вам и вашим собратьям за молчание и поддержку террора навсегда. И вот единственное, в чём я, конечно, очень с вами согласна, надо чуть потерпеть запретом на получение европейских виз гражданам России. Потому что мне очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы там любите отдыхать, в Италии, в Турции, во Франции, с вами рядом половичок раскинул. Какой-нибудь солдатик, которого в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путёвочку дали, чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой, которому, я надеюсь, когда-нибудь стыдно будет за свою мать. Мне сказали, что это какая-то известная украинская журналистка обращается к Ксению Анатольевичу Собчакову. То есть, это из серии «Напала жаба на гадюку». Вот что занимает. Верит ли она сама в то, что она говорит? Ну, вот перечисляет их. Хулиард изнасилованных и прочих. Думаю, что возможно, что да. Они сами себя накручивают и начинают верить. Это достаточно известные такие механизмы, психологически описанные в специальной литературе. Но только дело в том, что мы-то помним и знаем, кто сжигал людей живьём в Одессе ещё в 2014 году. Кто потом насиловал детей и женщин на Донбассе все эти 8 лет. И мы видели по государственному украинскому телевидению призывы медицинского чиновника, официального лица нынки, который призывал кастрировать наших пленных. Это не вот эти бабские разговоры, что где-то кто-то кому-то сказал. Это всё было в эфире. И мы помним другого деятеля украинского, который говорил, что убивать надо детей русских. Чтобы они не выросли русских. Мы помним до этого ещё за много лет до начала спецоперации известного журналиста украинского, который говорил, что на Донбассе лишних пары миллионов людей, которых надо вбить. И кандидатов в президенты Украины, которая призывала бросить атомную бомбу, сперва завестись этой атомной бомбой, потом бросить её на Россию. Если она у них была, они бы сбросили. И Зеленский, кстати, за несколько дней до начала спецоперации грозился сделать грязную бомбу. Так что мы знаем, где зло. Мы знаем, где нацизм. И вот этой дамочке хочется сказать, что большинство беженцев с Украины, они переехали в Россию. Более двух миллионов. Больше, чем куда-либо. Что-то они бегут в страну агрессора к оккупантам. В общем, я уверен, что всех тех, кто жжёг живьём людей, кто убивал, кто насиловал, рано или поздно будут судить. Или убьют в Реване, или будут судить. Очень важно, что вот на этих процессах, масштабных, над нацистами украинцами, сидели на сканер подсудимых и пропагандисты тоже.